Уроки выживания стали преподавать в школе ближнего Борисова всем детям без исключения с утра и до вечера. Дело в том, что в школе нет отопления и родителям сказали, что теперь в школу детям нужно приходить не только с учебниками и тетрадями, но и с каминами и обогревателями. Батареи прям ледяные. Нам совсем холодные, даже намеку на тепломет. Немножко холодно. Нам включили какой-то вентилятор украинский красный. Вентилятор включили, красный, горячий. Нас попросили принести камины, чтобы дети смогли заниматься, потому что отопления по какой-то причине не будет. До конца октября? Да. В городе 16-го числа уже включено, а у нас, конечно, здесь нет. Обычные детские сады и школы в первую очередь включают отопление. Паут и Плюс решил заменить котельную, которая раньше была старая ветхая. В летний период они занимались монтажом, демонтажом котельной. Но, к сожалению, чуть-чуть задержались, не успели к отопительному сезону закончить монтаж. Строить начали давно уже, в мае месяце. Но тут есть еще другие, масса других вопросов, связанных с сетями и со всеми остальными вещами. То есть тут не только монтажная работа. Разрешили детям ходить в теплой одежде, без формы, чтобы было теплее. Теплая кофта, еще одну теплую кофту. Теплый сарафан. Решается вопрос о диспетонке, поэтому учитель, давайте сегодня еще это, потеплее оденемся и посмотрим, что будет завтра. Я не знаю, у нас предложение вывести школу по диспетонке. Также Т-Плюс вышла с предложением к администрации школы о выделении тепловых пушек для поддержания нормальной температуры, которая есть. И, как я понимаю, директор сейчас просто согласовывает этот момент с технической точки зрения, для того, чтобы проводка тепловой пушки выдержала. Мне главное, чтобы школу не закрыли и дети учились. Мы уже два года со старшими детьми прошли дистанционку. Это очень тяжело. В компании Т-Плюс нам сообщили, что планировали закончить работы до начала отопительного сезона, но в ходе работ в проект были внесены изменения, из-за чего сроки и поплыли. Был заключен договор со сроком окончания 30 октября 2021 года. Это уже полностью выполнение работ. Подача тепла на потребителя, в данном случае это МОУСОЖ Ближнего Борисова, запланирована до конца этой недели.